СОКОЛИНЫЙ ГЛАС Итак, действие этого сериала происходит примерно через год после событий «Мстители. Финал». Бывший «Мститель» первого призыва Клинт Бартон, он же Соколиный Глаз, проводит предрождественские каникулы с детьми в Нью-Йорке. В то же время в Нью-Йорке молодая девушка Кейт Бишоп случайно путается в историю, связанную с костюмом Ронина. Это тот, кем был Бартон после челчка Таноса в течение пяти лет. Будучи Ронином, он нажил себе немало врагов, и теперь проблемы начались у Кейт. Соколиный Глаз вынужден отправить детей домой, а сам задерживается в Нью-Йорке на несколько дней, чтобы решить проблему и выручить Кейт. Кейт, кстати, оказывается фанатом Соколиного Глаза, к тому же она сама не робкого десятка, но противостоять Орде настоящих вооруженных бандитов, конечно, не может. Да, из описаний может показаться, что это как-то для Марвел мелко. У них в проектах фигурируют обычно боги, суперсолдаты, гении, миллиардеры, филантропы и прочие супершпионы. Но в итоге этот сериал оказывается небанальным взглядом на позицию супергероя, который был немного на дальнем плане остальных Мстителей, у которого нет никаких суперсил или суперкостюмов. Более того, он в результате всех этих сражений стал плохо слышать и вынужден пользоваться слуховым аппаратом. Но он все еще бодр, пусть и не очень свеж, не унывает, а продолжает заниматься важным делом. И на валидность, кстати, в этом фильме показана с разных сторон, и мне кажется, что это как раз и есть тот самый здоровый бодипозитив. Взять хотя бы одноглазого пса, который ничуть не смущен собственным недугом, а вполне хорошо себя чувствует. Да, на всякий случай пса сыграла двуглазая собака. Сюжет сериала, в котором всего шесть серий, представляет собой легкий детектив. Однако это не значит, что он неинтересный. Просто сюжет не стоит на первом плане. Все-таки в основном сериал про отношения двух героев, про отношения двух поколений, если угодно, как героями становятся и как сохраняют в себе стремление помогать, несмотря на личные проблемы и личную жизнь. Из четырех игровых сериалов Marvel, вышедших в этом году, Соколейный глаз кажется самым необязательным и проходным. Но в этом, как ни странно, вся его прелесть. За последние годы киновселенная вышла на какой-то космический уровень. Ее персонажи воскрешают людей, создают свою альтернативную реальность, раскрывают всемирно-террористические заговоры и исправляют целые каскады вселенных. Создатели всего этого суперфанатского контента настолько упиваются мифотворчеством и попытками запихнуть своих супергероев во всемирную историю, что забывают о каких-то основных причинах популярности комиксов. Возьмем Человека-паука, самого популярного персонажа комиксов Marvel. Читатели полюбили не только самого героя Человека-паука, спасающего мир, но и такого живого и настоящего, подрабатывающего на нескольких работах и неспособного оплатить аренду Питера Паркера. Как раз этой приземленности, какой-то обыденности давно не хватало проекта Marvel, и Соколейный глаз как раз возвращает их на экран, пускай и на малый. К тому же в этот раз это, что ни на есть, новогодний рождественский проект. Так что теперь и у Marvel есть сериал в этой нише. Как говорят, раз в год можно смело пересматривать. Для тех, кто хочет понять, факультативен ли этот сериал или нет, могу сказать следующее. Очевидно, что Клинт Бартон значимый персонаж, который появлялся не в одном проекте и может появиться позже. Так что смотреть обязательно, если вы планируете следить за киновселенной Marvel и дальше. А чтобы понять сам сюжет, нужно как минимум было посмотреть все до Мстителей Финал включительно, да и после нужно хотя бы быть в курсе событий Черной Вдовы. Конечно, неплохо бы посмотреть еще и сериал Сорвиголова, и кстати, посмотрите, хороший сериал, но его можно посмотреть позже, может быть так даже будет интереснее. Да, сериал Соколейный глаз, сам грубо говоря, является серией в киновселенной Marvel, но я думаю, что к этому уже можно было бы давно привыкнуть. Что по итогу? Марвел с Диснейм смогли залезть в нишу новогодних рождественских фильмов и сериалов и подарили нам неплохой, легкий, но в то же время важный проект. Да, многие говорят, что Марвел уже не тот, их волнует только повесточка и деньги, ну и тогда и не смотрите. А остальным добро пожаловать. Я действительно считаю, что это неплохой сериал, который можно посмотреть как раз таки на новогодних каникулах. Я надеюсь, они у вас будут. Я смотрел этот сериал в переводе и озвучке моего друга Бориса ВХСника, ссылку на его канал я оставлю в описании, там вы увидите все ресурсы, куда можно подписаться, чтобы посмотреть этот сериал. Если вы уже посмотрели сериал Соколейный глаз, то пишите свои мнения в комментариях, я их все обязательно прочитаю. Ну и не забывайте подписываться на канал, включать уведомления, потому что в этом году вас ждет еще один не самый обычный ролик. Поэтому оставайтесь здесь. Увидимся, когда увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok